Всем привет, с вами Давады, мальчики, девочки, как ваши дела? И сегодня у нас такой маленький обзорчик, коротко и ясно, и это у нас последняя такая серия обзоров, потому что на этом скором времени еще парочку выйдет обзоров, и на этом такой формат заканчивается. Больше таких обзоров, я думаю, вообще не будет. Будет кое-что другое, будет кое-что интереснее, будет кое-что крутое. Короче, давайте поговорим о табаке Смокинг, но перед этим я вам хочу напомнить. Смокинг это та компания, которая делает наш любимый сладенький легенький табачок Level Up. Как бы о нем все знают, а вот о его старшем брате Смокинге никто не знает. Естественно, о нем никто не знает. С таким-то названием Смокинг далеко ты никуда не уедешь, но, как ни странно, табак очень хорошо продается в Казахстане и вроде как даже в России, в определенных городах он занимает свои хорошие позиции по продажам и давно нашел любителей, которые его, как говорится, курят и лелеют. Но сейчас немного не об этом. У ребят Смокинг и, конечно же, Level Up, а еще компания Moon в Телеграм-канале проводят огромный большой конкурс, где достаточно просто тыкнуть кнопочку в Телеграм-канале «Я участвую» под нужным постом, и ты становишься участником и выполнить еще какие-то такие легенькие условия, ничего такого сложного. Второе. Скоро на носу у нас Джон Кальяна Фест, и этот продукт там будет представлен. Поэтому я вам настоятельно рекомендую сейчас посмотреть мой обзор, запомнить мои эмоции и мои сказанные слова про данный продукт и, конечно же, потом подойти на ихний стенд и там прокурить все это и понять, что стоит этот продукт того, чтобы его попробовать или не стоит. Так сказать, экспромтом, да, то есть ты посмотрел обзор, ты пошел сразу покурил и такой, бля, прикольно. Хорошая такая мотивация. Теперь давайте про сам продукт. Смокинг, это уже как 3,5 года он выпускается, здесь чистейший бёрли и продукт крепкий. За счет того, что сейчас крепкие продукты довольно-таки теряют позиции среди всех курильщиков, потому что все перешли на комфортное курение и не пизди и не говори, что у тебя гости до сих пор в кальяны курят танж на десяточку и все счастливы и довольны. Ты, наверное, уже и сам заебался гостям забивать легкие кальяны, сладненькие, дымные, и не можешь понять, что же, сука, за хуйня тут происходит, где все те курильщики, которые курили на фольге плотную девяточку, танж плюс что-то еще и немного дохи. Их нет. Они поняли кайф от кальяна. Они поняли, что крепкая рано или поздно уходит. Я об этом говорил еще, наверное, лет так семь назад на мастер-классах о том, что есть такое понятие, как маятник крепости. Куришь легкое, к среднему и на тяжелое. А заглул и прочее. А потом обратно возвращаешься, грубо говоря, к левелапу, к дейли-хуке и прочее-прочее. Так вот, у ребят Берли 3,5 года до плечами. И 50 вкусов. Да, как это ни странно, это не турецкий продукт, но российский продукт. И у них есть 50 вкусов. У меня есть вот такая брошюрка. Фабричное производство, линейка 50 вкусов. И вот так вот, собственно, выглядят все эти вкусы. Я вам скажу честно, я не осилил прокурить 50 вкусов, хотя у меня там целая коробка этих всех вкусов. Но я прокурил вам не спиздеть вкусов 10. И этого, в принципе, мне достаточно, чтобы высказать свое мнение о продукте. Не высказать свое мнение о каждом вкусе, потому что каждый вкус это вкусовщина. И кому-то нравится топленое молоко, а кого-то от него тянет болевать. У нас здесь есть топленое молоко, я его курил, оно очень хорошее. Так вот, давайте теперь сразу поговорим о самом продукте. Табак хороший. В плане чего он хороший? Нет, не в плане того, что он пиздатый и пизжи всех остальных продуктов. Просто посылайте все нахуй, курите только смокинг, это пиздатый, я вам отвечаю. Нет, это не так. Дело в том, что само сырье очень хорошее. Пропитка шикарная. Как ты видишь, колба у нас не засралась, а ничего с ним не произошло. Я поставил чашечку греться не на кальян, а на стол. И как ни странно, и среди последних так новинок, которые выходили на рынке, 50% сиропа не вытекло на стол, хотя пролежало минут 5. Самый такой, наверное, интересный фактор этого продукта – это крепость. А здесь они смогли сохранить крепость. Именно не когда тебя разрывает, а когда ты такой затягиваешься и понимаешь, ёб твою мать, что происходит. Конечно же, естественно, что аромочку прям вот идеальненько сохранить на такой крепости, на таком табачном листе сложновато. Поэтому с аромочкой здесь маленькая просадочка. А просадочка в чём? В том, что она деградирует очень-очень быстро. Не то чтобы очень быстро, но примерно через минут 25 ты начинаешь уже заметно замечать то, что вкус-то осталось прям немного, вот чуть-чуть осталось. Но при этом, если ты стремишься покурить что-то очень долго, то смокинг в плане крепости держится довольно-таки хорошо. Примерно вкус мы теряем полностью на 40-й минуте, но крепость остаётся до минут 50. Это очень хорошо, как именно позиционирование крепкого табака. Он, конечно же, акцизный, он, конечно же, маркированный, поэтому проблем это у тебя не вызовет. Название какое-то, блядь, из 90-х, блядь, ну оно вот с названием прогадали. Но ребятки не отчаиваются, потому что продукт Level Up пиздатый. Смокинг тоже хороший, но название смокинг, я помню миллион кальянных в разных городах, которые назывались смокинг. Смокинг и так далее. Короче, достойный продукт курить. Можно любителям крепкого, можно взять попробовать, но лучше попробовать, конечно же, вначале на выставке. Джон Кальяна Фест, который пройдёт вот 28 августа, и там уже, собственно, всё понять. А потом уже спокойнечко штурмовать кальянные магазины вашего города в поисках данного продукта. Что ещё хотелось бы отдельно выразить? Респект в том, что, ребятки, ребятки, дюшес у вас, дюшес у вас просто тётя Груша. Блядь, весь Краснодарский край меня сейчас поймёт, когда я говорю, что это дюшес как тётя Груша. Поэтому всех люблю. Это был, да, Вадым, это компания смокинг. И их младший братишка, чтобы вы примерно понимали, что это за компания, это продукт Level Up. Так что сейчас на канале у них проходит конкурс, и они будут на Джон Кальяна рады вам показать свой продукт, а вы обязательно подойдите к их стенду.